Вячеслав Володин вошел в список Единой России. Включить кандидатуру первого заместителя главы администрации президента в избирательный список партии на выборах в Госдуму предложил Дмитрий Медведев. Ожидается, что Вячеслав Володин войдет в региональную группу, которая включает четыре области. Тему продолжит Екатерина Заграничная. Предлагаю для выдвижения еще несколько кандидатов, которые всем хорошо известны, не требуют отдельной аттестации. Дмитрий Медведев предлагает включить кандидатуру первого замглавы администрации президента России Вячеслава Володина в избирательный список партии на выборах в Госдуму. Избирательный округ номер 15 включает в себя Волгоградскую, Пензенскую, Тамбовскую, ну конечно, Саратовскую область. Этой новостью сегодня спешат поделиться земляки Вячеслава Володина. Люди, которые не понаслышке знают о его реальных делах, примеры которых готовы приводить бесконечно. Конечно, меня очень радует, что Саратовская область попадет в округ Вячеслава Викторовича. Мы все помним. Три корпуса Саратовского государственного университета – это заслуга Володина. Плотины в заволочье – это заслуга Володина. Больницы, школы, детские сады, галификация области – это заслуга Володина. Только за последние месяцы были решены многие проблемы как муниципального, так и регионального значения – образование, здравоохранение, ну и, конечно, культура. По инициативе и при поддержке Вячеслава Володина в кратчайшие сроки был капитально отремонтирован Вольский драматический театр, а также проведена масштабная реконструкция театрального института Саратовской государственной консерватории имени Собинова. Театральный институт, который с 1981 года не ремонтировался в этом году, благодаря усилиям Вячеслава Викторовича, благодаря помощи его соратника Николая Васильевича Панкова, отремонтирована аудитория. И самое главное то, что в этом году выделены, благодаря содействию Вячеслава Викторовича, средства, денежные средства на ремонт третьего общежития. Я считаю, что Вячеслав Викторович человек очень деятельный. Этот выбор очень хороший, я считаю, он правильный, и это даст возможность региону и дальше развиваться. Люди творческих профессий отмечают, что благодаря Вячеславу Володину Саратов действительно стал культурной столицей Поволжья. По его инициативе в городе были открыты памятники известным землякам Олегу Тбакову и Олегу Янковскому. Многое было сделано для районных и сельских учреждений культуры. Он поддерживает музеи, музыкальные школы, библиотеки. То есть вот настолько многогранный и разносторонный деятель. А так может делать только человек, который любит свою малую родину. Говорят жители области и о новой истории региональных дорог. Только за минувший год в регионе была построена объездная дорога вокруг села Елшанка Воскресенского района. Реконструированы участки федеральной трассы в Фолынском и Ровенском районах. Построен мост Победы в Балаково. Земляки Вячеслава Володина отмечают, что он никогда не обещает невыполнимое и всегда выполняет обещанное. Он единственный, который поднял и добился того, чтобы работники культуры, не только регионы, а вообще в целом, заработная плата была доведена до средней заработной платы. То есть поставлена задача, что была доведена до средней заработной платы региона. Это очень важно. Я знаю о том, что много планов у него, в частности, для отрасли культуры по развитию и совершенствованию. Поэтому я очень рад, что была такая оценка. И всецело поддерживаю предложение о том, что это один из достойнейших кандидатов и достойнейшая оценка члена партии «Единая Россия». Именно сегодня на съезде в Москве партия «Единая Россия» определила кандидатов в депутаты Государственной Думы. Сформированы партийные списки и названы имена кандидатов по одномандатным округам. По итогам голосования в региональную группу номер 15 вошли действующие депутаты Госдумы Ольга Баталина и Глеб Хор, декан факультета саратовского эконома Татьяна Касаева, координатор Приволжской группы молодой гвардии «Единой России» Иван Зюбан, возглавил окружной список наш земляк Вячеслав Володин. Екатерина Заграничная, Антон Горбунов, Саратов, 24.